Маш, привет! Ты как всегда меня снимаешь из каких-то ракурсов, блин! Ты знаешь, чем Дарси от Брабо отличается? Я играл в Дарси по пьяни, в Кидаулу. А в Брабо не играл? В Брабо не играл. Мне предлагали играть, но я очень боюсь в Брабо играть. Но Дарси мне больше нравится. Маша, ты знаешь, чем отличаются Дарси от Брабо? Я же пурпурный пояс из России, откуда я могу такое знать? А Стас знает, как ты думаешь? Я думаю, он знает. Окей, спасибо. Поэтому спросите у него. Стас, поступил вопрос в нашу рубрику. Вопрос достаточно сложный. Я несколько человек уже спросил, никто не может мне удать ответ. Все рассчитываем на тебя. Чем отличается... То есть я последняя надежда, да? Да. Хорошо. Чем отличается Брабо Челк от Дарси Челк? В Науги, естественно, правильно? Ну, без использования захвата. Ну, разумеется. Ну, да. Мы же после Одесси, мы все только в Науги. Да. Да. Мы в Ги по правилам Одесси. Да, да. Окей. Можешь показать, рассказать, как тебе будет удобнее? Можно слабо, конечно, но лучше покажи. Да. Ну, смотрите, я правой рукой покажу, допустим, Брабо, а левый Дарс. Ну, надо понимать, что это все удушение через руку, да, как треугольник руками, да? То есть Head and Arm Choke, да, если так по-английски, да? Голова внутри удушения и рука внутри удушения. Брабо, правой рукой. Вот я сюда завес, да, под голову через руку. Здесь захват. Ну, как по классике вот такой, за бицепс, да, как в Науги. То есть в Ги есть вариации модифицированные в Ги, но мне нужно просто сейчас показать концепт, да? То есть я пробиваю руку как можно глубже сюда, его затылают. Можно рукой отогнуть, можно локтем. Закрываю на бицепсе, начинаю сдавливать руками и немножко помогаю корпусом за счет как-то спролла такого. Оп. Это Брабо, да? А вот это Дарс. Ну, в принципе, и понятное ответство. Да, просто так, ну, короче, правая это Брабо, а левая это Дарс. О, вот. А может быть, покажи, пожалуйста, левый Дарс. Блин, ну вот он был уже левый Дарс. А, окей, левый Брабо. Блин, не могу. Не могу. Я должна, чтобы у меня была другая левая рука. Либо две левых, либо две правых. О, окей, ну, давай тогда подытожим. Да. Просто Дмитрий спрашивал, задавал вопрос, чем отличается Дарси от Брабо. Вот подытожим теперь в двух словах. Чем же отличается Дарси от Брабо? На самом деле, я понимаю, почему такой вопрос возник. Многие путают Анаконду и Брабо. Брабо и Дарс, короче говоря, скрываю козырь. Это обычно одно и то же, насколько я понимаю, насколько мне известно. Вот так, скажем. Вот, и вот это такое замешательство у людей за счет того, что, когда все только начиналось, вот это ММА, UFC, все дела. Я шер на четвереньке выйдет просто, там не висел. Да, вот. Удушение вот так. Это Брабо или Дарс. А вот так, если вы уходите в кувырок, это Анаконда. Вот оттуда, на мой взгляд, пошли вот эти все сомнения. Вот, не надо понимать, что Брабо, изначально оригинальное название было Брабо Гриб. Это когда вы находитесь, ну, условно говоря, в закрытом гарде. Лапел. Втаскиваем. Передаем сюда. И вот такой кросс-грип за лапел, а не за воротник. Вот это называлось в оригинале Брабо Гриб. Вот. А механика удушения Дарса Брабо это одно и то же. Ты говорил, что есть какие-то разновидности Брабо в Ги. Да. Показывается. Надо понимать, что именно есть разновидности Брабо, но нет разновидности Дарса. Правильно? Мы же разобрались. Вот. Уходим точно так же, да, под голову с рукой. Здесь я беру себя не за бицепс, а вот так вот, четырмя пальцами вовнутрь рукава. Как и изики. И по сути дела, локтем я зажимаю его голову, и давление оказывается за счет моего предплечья, которое уходит на муршею, и за счет давления грудью. Да, то есть я здесь все сжимаю, подкручиваю немножко, и можно сделать удушение. Чаще я лично его применяю прямо из хавгарда, то есть как из ни слайда. Вот когда я в этой позиции, человек держит мне андерхук, я ему держу оверхук. А часто, если у меня получается, я его локоть сгибаю, да, за счет работы корпусом и своим локтем. Голову его убираю сюда. Понятное дело, что я не дотянусь до своего бицепса, да, потому что я жаробас. Но зато я могу дотянуться до своего рукава. И вот отсюда я могу его продушить, в принципе, вот этим модифицированным вариантом. Лично для меня работает. Всем жаробасам советую. Вот этот вариант можно увидеть у Альберта Крейна. Такой есть дядя. Это футболист такой издетный? Да, да. Он в футбол, в кимоно играет просто иногда. А, окей. На разминке. Ребят, спасибо, что задаете вопросы. Некоторые вопросы действительно интересные, некоторые, конечно, ну сами понимаете. Но, тем не менее, буду рад ответить на почти все вопросы. На самом деле, иногда, когда отвечаешь на вопросы, сам начинаешь думать как-то по-другому. Ну, не как обычно, как борцы думают. Вот, и задавайте вопросы, я буду рад на них ответить. Ты один сейчас палец показал или два? Два. Гоупро. Ну, это Гоупро. Вот теперь, когда мне будут говорить, Маш, ты поправился, я буду говорить, это Гоупро. Да, да, да. Все видят, да, сейчас? Это айфон. Матым. Матым. Матым.